Ой, как скучно! Да уж не весело! А-а-а! А-а-а! Хорошо-то как! Хорошо! Удивительные яркие декорации, простой узнаваемый сюжет. Зачарованный вепрь сегодня для Владимира Бирюкова. Это новая история. Впервые этот спектакль режиссер ставил на малой сцене в Пензе 25 лет назад. Когда я решил вернуться к этому названию, то, во-первых, большая сцена, во-вторых, у меня была задача занять как можно больше артистов, чтобы поработать с большим количеством артистов. Поэтому была написана абсолютно другая пьеса. По той причине, что, во-первых, я другой, современность другая, зритель другой. То есть название тоже, а персонажи другие, декорации другие, решения другие, пьеса другая. То есть пьеса написана была специально мной для Уьяновского театра. Поэтому это эксклюзив, полный во всем. В основе постановки классическая бродячая история, в которой есть сходство и саксаковским маленьким цветочком, и народной сказкой «Финист Ясный сокол». Однако эта пьеса по-своему уникальна. Зачарованный вепор – это исцеление любовью, пронзительная и трогательная история о младшей дочери купца Ульяне и заколдованном принце. Чудеса случаются, главное – верить. Динамичный сюжет и постоянное движение на сцене держат актеров в тонусе на протяжении всего спектакля. Работаем мы здесь в черном кабинете, поэтому у нас такие вот бархатные костюмчики. Это сложно. Это сложно вообще всем работникам, то есть и артистам, и световикам, и нам всем, и Владимиру Ивановичу очень сложно, потому что надо создать такую атмосферу, что как будто бы никто не руководит куклами. Они сами производят те или иные движения. Мне кажется, он очень волшебный, и мне кажется, он будет волшебным не только для детей, но и для родителей. И очень хочется сказать, дорогие наши зрители, приходите. Мы вас очень ждем, и мы надеемся, что вам эта работа полюбится так же сильно, как и нам, потому что мы от нее получаем колоссальное удовольствие. Премьера спектакля «Зачарованный вепор» состоится 17 и 18 сентября в 10.30 и 13.00 в Ульяновском театре «Кукол». Екатерина Мазуряк, Константин Никитин, репортер 73.